Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Хотелось бы выразить благодарность за возможность присутствовать в этом зале и тем, кто присутствует здесь, потому что в столь насыщенной программе в воскресенье утром спасибо, что вы смогли собраться. И мое сообщение посвящено роли остеомодифицирующих агентов в лечении онкологических пациентов. И, конечно, задумываясь о роли остеомодифицирующих агентов, возникают совершенно обоснованные и однозначные ответы. Это кому необходимо назначать, зачем назначать, когда назначать, какой из остеомодифицирующих агентов выбрать и как долго продолжать. Мне очень понравилась эта теория концепции зонтик, которая укрывает наших пациентов на фоне всего лечения, то есть с момента постановки диагноза до его конца пути. Это сопровождение сопроводительной терапии и реабилитации, оказывающая помощь, улучшающая качество жизни наших пациентов и влияющая на выживаемость. И среди пациентов, у которых имеется изменение костной ткани, это пациенты делятся на две основные группы. Это те пациенты, у которых имеется метастатическое поражение костной ткани и пациенты с наличием остеопороза. Метастатическое поражение костной ткани чаще встречается, как мы знаем, для пациентов раком молочной железы, раком предстательной железы и немелкоклеточным раком легкого. Остеопороз чаще возникает у женщин и у мужчин на фоне длительной гормональной терапии и достаточно часто при сочетании с глюкокортикоидами. Как же мы ставим поражение костной ткани? Это остеосцентеграфия, но это является скрининговым методом, и очаги должны быть обязательно подтверждены рентгенологическими методами, такими как рентгенография, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. Подробно я на этом, позвольте, не буду останавливаться. И что является целью при назначении остеомодифицирующих агентов? Целью является профилактика и лечение костных осложнений. У нас есть в арсенале две группы препаратов, это непосредственно бифосфонаты и моноклональное единственное антитело, которое мы используем, это ингибиторы ран-клигандов и непосредственно денозумаб. Почему же мы в принципе говорим об использовании остеомодифицирующих агентов? Так как при возникновении костных осложнений нарушается качество жизни пациентов, возникают иногда и угрожающие для жизни состояния, такие как компрессия спинного мозга, гиперкальциемия, ухудшается качество жизни пациентов, а также увеличивается стоимость лечения пациентов и длительность пребывания в стационаре. Это связано с необходимостью использовать дополнительные методы лечения, иногда даже прибегая к хирургическим методам лечения. И вот мы видим, насколько увеличивается длительность пребывания пациентов в стационаре при возникновении костных осложнений, а также насколько увеличивается стоимость лечения. Посмотрите, она увеличивается в разы. И при этом необходимо помнить, что в принципе возникновение костных осложнений может начинаться на любом из этапов лечения. От момента постановки диагноза они могут прийти к нам уже с имеющимися костными осложнениями, так и в принципе на всем протяжении лечения в любой момент эти осложнения могут возникнуть. И действительно возникновение костных осложнений влияет на выживаемость пациентов. Мы видим, что пациенты с наличием метастазов в костях с наличием или без костных осложнений, например, для рака молочной железы, их выживаемость отличается практически на 10 месяцев. Поэтому назначая остеомодифицирующие агенты, мы снижаем частоту костных осложнений, мы увеличиваем время до возникновения первого и последующего костного осложнения, мы влияем на выживаемость пациентов, улучшаем им качество жизни. И при этом эти препараты уже активно вошли в нашу практику, они легко назначаются и достаточно неплохо переносятся. Но при этом, когда приходит к нам пациент с наличием остеопороза на фоне гормонотерапии либо с костными метастазами, встает вопрос, какой же из остеомодифицирующих агентов выбрать и как оценить эффективность проводимой нашей терапии. И эффективность оценивается по времени возникновения первого костного осложнения, время от первого до последующих костных осложнений. И были пройдены многочисленные исследования, где было показано, что бифосфонаты в принципе практически все равноэффективны между собой. Единственное, что заледроновая кислота обладает несколько большей эффективностью по сравнению с остальными бифосфонатами. И при этом, если нам необходимо быстро получить эффект, у нас высокий риск возникновения костных осложнений, то предпочтение отдается моноклональным антитилам, ингибиторам ранг-лигандов. Боль – достаточно частое явление у пациентов с наличием метастатического поражения костей. И при этом мы знаем, что бифосфонаты мы используем в том числе и для оккупирования болевого синдрома. Поэтому не буду останавливаться на противоопухолевых свойствах остеомодифицирующих агентов, но это еще одна из возможностей этих препаратов. И в эру иммунотерапии начинает обсуждаться вопрос о том, что бифосфонаты могут стимулировать даже иммунный ответ. И что касается предотвращения потери костной ткани, мы знаем, что у пациентов на фоне гормонотерапии, у пациенток в постменопаузе станчиво снижается уровень гормонов, и это все ведет к уменьшению костной плотности. И мы видим, что в принципе пациентки, получающие гормонотерапию, за год снижение минеральной плотности костной ткани происходит на 2%, что увеличивает, соответственно, риск возникновения всех костных осложнений. И смотрите, мы достаточно привыкли, что сахарный диабет требует обязательного лечения, но при этом возникновение костных осложнений у пациенток либо с остеопорозом, либо с костным поражением сумма практически на 10 тысяч долларов больше по сравнению с сахарным диабетом. Ну и, конечно, помимо остеомодифицирующих агентов, здесь уже очень много говорили о изменении образа жизни, о ведении здорового образа жизни. То есть мы видим, что в принципе поддержание нормального индекса массы тела, ведение здорового образа жизни, отказ от курения или алкоголя, они тоже могут приводить к предотвращению потери костной ткани. И что интересно, что пациентам, у которых в анамнезе не было онкологического заболевания, но им проводили терапию остеомодифицирующими агентами для лечения остеопороза и предотвращения костных осложнений, было выявлено, что у женщин снижался риск возникновения рака молочной железы на 30%. Ну и в ЭСМО и аналогах онкологии есть алгоритм назначения остеомодифицирующих агентов у пациентов на фоне гормонотерапии. И мы видим, что у пациентов, у которых риск возникновения остеопороза высок, им необходимо назначение одевантной терапии остеомодифицирующими агентами. Ну и что касается изменений костной ткани, то, как я уже говорила, могут быть метастазы и могут быть просто остеопоротические изменения. И, соответственно, они требуют и в том, и в другом случае назначения остеомодифицирующих агентов, но и, конечно же, как мы видим, в совершенно разных режимах. Ну и что касается уже таких акцентных точек, мы понимаем, что терапия остеомодифицирующими агентами показана всем пациентам с наличием метастазов в костях, но обязательно доказанными рентгенологически. Они должны начинаться сразу от момента выявления этих очагов. Начинать можно, в принципе, любым остеомодифицирующим агентам, но предпочтение отдается из ледронной кислоте. И при наличии высокого риска возникновения костных осложнений предпочтение отдается ингибиторам ранг-леганда. На сайте Русска имеется калькулятор рисков оценки костных осложнений. И в зависимости от суммы баллов, в принципе, калькулятор вам выдает ответ, какой из остеомодифицирующих агентов лучше назначить. Но, как мы видим, как раз те пациенты, у которых сумма баллов будет больше, предпочтение отдается ингибиторам ранг-леганда. Ну и вот то, что я сказала, да, это пациенты, остеомодифицирующие агенты назначаются пациентам, у которых высокий риск остеопороза на фоне терапии и гормональной терапии. Это пациенты с доказанными костными метастазами. Это для оккупирования болевого синдрома, для оккупирования гиперкальциемии. И при этом, назначая остеомодифицирующие агенты, необходимо не забывать контролировать уровень креатинина в крови, уровень кальция в крови. Необходимо наблюдение у стоматолога, так как мы помним о риске возникновения остеонекроза нижней челюсти. И использование биохимических маркеров в рутинной практике не рекомендуется и в настоящий момент не является стандартом. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что остеомодифицирующие агенты являются стандартным методом лечения и профилактики больных с метастазами в костях и профилактики скелетных осложнений. Но необходимо помнить, что подход должен иметь мультидисциплинарный характер. Ну и, как я уже говорила в начале про этот зонтик, чтобы этот зонтик спрятал наших пациентов от тех осложнений и тех неприятностей, которые падают на их голову в связи с возникшим заболеванием, а жизнь их была дольше и качественнее. Спасибо за внимание. Продолжение следует...